Добрый вечер. Сегодня у нас в студии Дмитрий Кушпита, лидер регионального отделения партии «Яблоко». Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Кольчуге, где, для тех, кто не знаю, поясним, работает главой района, единственный представитель партии «Яблоко» Алексей Фильмс. Но он не единственный представитель партии «Яблоко», а единственный глава района, который является членом партии «Яблоко». Ну да, в органах власти. Да, да. Потому что у нас членов партии 600 человек на данный момент. Но сейчас ситуация достаточно неоднозначная и сложная. Дело в том, что сейчас включена процедура отстранения его от власти, как главы района. Понятно, что представители партии «Единой России» преследуют две цели. Это чисто политические, это смещение представителей оппозиционной партии с поста главы района. И чисто коммерческие, потому что, скажем так, и глава администрации Кольчугинского района, господин Митрошкин, имеет свой бизнес. И, по крайней мере, та кандидатура, которая сейчас четко прорисовывается на место Фирсова, тоже самое имеет бизнес в Кольчугинском районе. Поэтому вот здесь вот две основных цели. Какие претензии предъявляют Фирсову депутаты и как вообще вы оцениваете? Знаете, я смотрел видеозапись, скажем так, заседания районного совета Кольчугинского района. Это когда выставлялась первая неудовлетворительная оценка в прошлом году. И читал протокол заседания районного совета, когда была выставлена вторая оценка неудовлетворительная оценка неудовлетворительная оценка. Но, знаете, мне было немножко стыдно за депутатов Кольчугинского районного совета, потому что те претензии, которые предъявлялись к Фирсову, просто-напросто напоминают лепет, скажем так, на лужайке. Потому что, например, уже договорились до того, что вину главы района ставил одним из депутатов, то, что он, видите ли, не трудоустроил ее как безработную, но хотя в должностные обязанности главы района не входит в трудоустройство безработных депутатов. Дело в том, что здесь получается, что депутаты Кольчугинского районного совета фактически как унтерпришебейская вдова выскали сами себя. Потому что я специально смотрел анализ работы за 2011 год и за 2012. Поясню сразу для жителей Владимира, потому что они не совсем, может быть, в курсе, что творится в Кольчугинском районе. В 2011 году обязанности главы администрации Кольчугинского района исполнял господин Кулев, он был исполняющим обязанности. И в 2012 году уже главой администрации Кольчугинского района стал господин Митрошкин. Я просто проанализировал для себя, что было сделано в 2011 году и что сделано сейчас в 2012 году. Но, извините, скажем так, это нужно, скажем, исполнительной власти выставлять, неуд, и также депутатам районного совета, потому что те решения, которые принимались главой Кольчугинской администрации, и, скажем так, дружно поддерживались депутатами. Вот один, например, из примеров в этом году, например, депутаты дружно проголосовали против, например, получения Кольчугинским районом 42 миллионов. Бред? Бред полный. То есть здесь есть здание долгострой, школы, вот, и было предложено, скажем так, завершить строительство данного долгостроя на софинансирование, то есть 42 миллиона предлагалась областная администрация, это 70% и 30% должны были найти, скажем так, внутри бюджета Кольчугинского района. Эти деньги были, по крайней мере, но, тем не менее, вот, скажем так, депутаты проголосовали так, как проголосовали. Вот, ну, я считаю, что это они действовали по принципу на зло бабушки отморозим уши, но вот это оно и получилось. Поэтому нет, нужно выставлять непосредственно депутатам, а не Фирсову. Кстати, он является также обыкновенным депутатом, не более того, просто на него еще возложены обязанности руководителя Кольчугинским районом. Могу еще другие привести примеры, например, по захоронению нефтешлама, так называемому, временному захоронению нефтешлама. Фирсов объявил выговор Митрошкину как главе администрации, потому что это входит в компетенцию его обязанностей. И Фирсов был единственным из депутатов, который прореагировал как-то на эту ситуацию. А, скажем так, в районном совете ни один из депутатов вот этой проблемы совершенно не озаботился. Также могу пример провести по, скажем так, землям, которые сейчас предоставляются под кладбище, потому что этот вопрос достаточно серьезно стоит в Кольчугинском районе. Если предыдущей администрации этот вопрос фактически был уже решен, осталось провести несколько изыскательских работ, то нынешняя администрация категорически отказывается это проводить, планируя эти земли отдать, вернее не отдать, а продать просто-напросто под частное строительство. Вот вам еще один показатель. Вот вам просто, я просто набрасываю вот эти вот факты. Это говорит просто о работе. То есть, получается, что человек, который действительно пытается хоть что-то там сделать в этом Кольчугинском районе, встречает просто-напросто какое-то, знаете, тупое противоборство со стороны администрации и, скажем так, депутатского корпуса. Хотя вот, пример по школе, то, что я вам сказал. Просто назло взяли, и вот не нужны нам 42 миллиона. Причем эти претензии были высказаны без прессы, да? Всех попросили из зала уйти. Самое интересное, ведь отчет как такового не было. Ну, вот, знаете, я как бывший депутат нашего Владимирского городского совета могу сказать, все отчеты были март-апрель. Потому что, действительно, все структуры должны собрать все данные, которые были за предыдущий год, все это вместе проанализировать, все это свести вместе. Где-то март-апрель, ничего страшного в этом не было. Сейчас был фактически на начало января отчет. Причем в законе не прописано четко, когда назначается дата. И дату, в принципе, по закону назначает сам глава района. Конечно, отчет планируется на апрель месяц. А отчета как такового не было. Если депутаты посчитали, что они задали несколько вопросов Фирсову, никакого отношения, скажем так, к деятельности его как главы района, не относящихся, посчитали, что это отчет. Но это, как говорится, на их совести, не более того, а выставлять какие-то оценки за свои собственные вопросы. Но я считаю, что это вообще неправомерно. Отставка – это уже решенное дело, или вы как-то будете своего однопартийца защищать? Нет, это вопрос нерешенный, потому что он будет решаться 28 февраля на очередном заседании. Ну, в принципе, вот как вам кажется? Ну, во-первых, сейчас мы достаточно активно работаем. Причем огромное спасибо партиям КПРФ и «Справедливая Россия», которые тоже поддержали нашего главу администрации, вернее, яблочника Фирсова, на посту главы Кольчугинского района. Мы планируем проведение пресс-конференции, затем заявления от трех партий на имя губернатора нашей области о неправомочнице действий Кольчугинского районного совета, затем будут проведены массовые мероприятия. Пока о подробностях я вам ничего говорить не буду. В суд не будете куда? А в суд это уже когда будет определенное решение. То есть, мы не можем подать в суд, если нет какого-то определенного решения. Если 28 февраля будет решение, например, о сложении полномочий Фирса, то, конечно, в суд. А как вы считаете, при таком раскладе сил, когда большинство одной партии, возможно ли вообще нормальная работа горсовета и, скажем, какой-то ситуации главы района? Знаете, если честно, то нет. Конечно, нет. Причем ситуация была создана искусственно, потому что на главу администрации Кольчугинского района планировали совершенно другого человека, скажем так, хозяйственника. Владимирцы его знают, это Карпов, который был заместителем губернатора, который отвечал за ЖКХ, который досконально знает всю ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. Очень умный, грамотный руководитель, но вот он, скажем так, остался невостребован в Кольчугинском районе, и вот была продавлена кандидатура господина Митрошкина, которая является всего-навсю предпринимателем, владельцем сети магазинов, купец в городе Кольчугино. Получается, что при любом удобном случае человек могут снять, да? Есть ли смысл вообще тогда участвовать в выборах? Конечно, только через выборы, понимаете? Дело в том, что если сейчас мы, скажем так, прекратим участвовать в выборах, прекратим борьбу, дело в том, что мы с вами видим на болотной, на болотной, но это, скажем так, одна сторона медали, а ведь, скажем так, борьба против существующей власти, это не только болотная. Это вот как раз выбор участия, пусть они фальсифицированы, но тем не менее, мы не раз говорили, чем больше людей приходят на выборы, тем труднее сфальсифицировать. И сейчас я считаю, что ситуация немножко начинает меняться, люди начинают ходить на выборы, они начинают голосовать не за партию власти, хотя бы даже по примеру Кольчугинского района, ведь мы там получили почти 22% партии «Яблоко», вот он показатель. Поэтому обязательно нужно участвовать в выборах, нужно побеждать и переламливать ситуацию. Потому что, в принципе, я вам сразу могу сказать, вот та ситуация, которая сложилась в Кольчугинском районе, она далеко неоднозначна. Одно дело решение депутатов районного совета, а другое дело мнение жителей Кольчугинского района, а оно диаметрально противоположно сейчас мнению депутатов. Понимаете, вот оно в чем разногласие. Дело в том, что я специально, приходя к вам, посмотрел прессу Кольчугинского района, там очень много, скажем так, причем и не только от общественных организаций, но и частных лиц, очень много пожеланий, скажем так, успехов Фирсову в поддержке. Я удивился, даже мне были телефонные звонки из Кольчугинского района с просьбой нашего члена партии просто-напросто поддержать в этой борьбе. Поэтому здесь, скажем так, не все однозначно. И мнение депутатов, к сожалению, сейчас разнится с мнением жителей Кольчугинского района. Но жители готовы как-то на массовый протест какой-то? Готовы. Я вам просто могу сейчас сказать, готовы. Понятно. Вот у нас в области выборы в ЗАГС собрания будут в сентябре. Как вы оцениваете, началась уже предвыборная кампания? Ну, скажем так, глядя на тело движения некоторых наших политиков, то она началась, конечно, неофициальная. Мы это с вами видим прекрасно со стороны представителей партии власти. Мы сейчас, если говорить о партии Яблоко, просто могу сказать, мы сейчас готовимся, причем очень серьезно готовимся. Это и подбор кандидатов, и в первые тройки. Это, скажем так, сейчас мы думаем, кто по какому одномандатному округу, сколько мы будем проводить одномандатников. Это плюс и финансовые вопросы, которые действительно требуются очень серьезного подхода. Поэтому вопросов очень много. Как вы оцениваете шансы вашей партии и сколько кандидатов сможете провести? Знаете, по крайней мере, те выборы, которые были в последнее время, даже исходя из того, что выборы фальсифицировались, наша партия всегда была где-то на грани 5-процентного барьера. Сейчас я считаю, что наша партия вполне в состоянии преодолеть 5-процентный барьер и пройти, создать свою фракцию в законодательном собрании. Также я считаю, что некоторые кандидаты, которые пойдут по одномандатным округам, не скажу, что все, но вполне способны победить. Как вы считаете вообще, насколько скандальными могут быть эти выборы? К чему готовитесь? Мы готовимся к выборам. Насколько они будут скандальны, время покажет. Все это мы с вами увидим. Очень бы не хотелось, чтобы выборы были такими скандальными, какими они были в нашей области, думские выборы, чтобы не было ни Ладок, ни, скажем так, ни заводов Дегтярева в Коврове, ни пионерских лагерей Держини с Гусь-Крустальным, где так называемые участковые комиссии временного пребывания людей просто-напросто занимались прямой фальсификацией выборов. К сожалению, суды это не признали. Вернее, три суда все-таки признали, что были сфальсифицированы. С выше 30 судов признали, что нет. Все там было честно. Но я могу сказать, человек, который лично присутствовал на Ладоге, все это видел, все это подноготно, я имею просто право сказать, что да, там была фальсификация. Постараемся этого не допустить.